И к новостям спорта. Пять команд юных волейболистов из нашего города и окружной столицы минувшие выходные посвятили участию в открытом турнире, посвященном памяти Ларисе Риве. Много лет она посвятила тренерской работе. Сама защищала честь нашего города на различных соревнованиях и вообще жила спортом. Турнир в ее честь так и называется – «Волейбол на всю жизнь». Сюжет Андрей Симоненко. Эти соревнования – повод вспомнить человека, который жил спортом и волейболом, вкладывал знания и душу в воспитанников. Ребята, которые принимали участие в этом турнире, не были знакомы с Ларисой Риве, но она осталась в памяти тех, с кем работала, играла, дружила. Она была действительно замечательной человеком и волейболом. На всю жизнь это не даром. Мы дали так называемому традиционному турниру, потому как это действительно было связано с ее жизнью. Как-то на площадке я пыталась делать игру, она подальше ударом и сказала, что не получилось, что подальше ударом. И она машет так, так, так. Как правильно, я постараюсь. Она сказала, что не стараюсь делать. Так что, ребята, делайте, всегда делайте. У вас всегда все получится. Да, она у нас в памяти. Она всегда будет с нами. Вы знаете, такого организатора жизнерадостного нужно поискать было. До сих пор я помню, когда мы с 7 утра и до 11 вечера проводили спортивный капустник, который Лариса вот именно организовала. Она всегда мелочи такой. Дети чередовались со взрослыми. Дети, взрослые. И те дети, которые прошли через ее сердце, через ее руки, мне кажется, они должны гордиться этим. И, вот знаете, просто обожать и любить этот волейбол, который действительно будет на всю жизнь. Это память о моей супруге. Она живет не только, вот допустим, да, мы в Лабытнангах проводим его. И он здесь этот турнир живет. Также люди уезжают. Вот в том году Оксарка была. То есть там Сергей Капустин, он стоял тренер у истоков создания этого турнира. То есть одним из организаторов был. Сейчас вот Салихард в этом году приехал. То есть дети между собой общаются, передают, говорят о том, что есть такой турнир и был такой тренер. То есть это всегда радует. В турнире приняли участие 5 команд мальчишек и девчонок. Были разделены на 2 группы. В первой победителями стали юноши. Команда Олимп. Второе место заняли девушки из Салихарда, третьи девчонки команды Фортуна. Во второй группе на первой позиции Фортуна 2, на второй Олимп 2. Но главное не места, а спорт и здоровый образ жизни. А у кого-то и волейбол на всю жизнь. Как у Ларисы Ривида. Андрей Симоненко, Алексей Урженко. Программа «Время местное».